Приветствую вас, я вам скажу сразу, что мое мнение будет не классическим, как я надеюсь. Я постараюсь в своем ответе затронуть все аспекты, все аспекты возможных, возможной проблемы, все аспекты проблемы, проблемы, вот. Я постараюсь рассмотреть ваш вопрос наиболее подробно. Начнем с того, что не совсем понятен ваш изначальный посыл о том, что ребенок для вас смысл жизни. То есть вот это вот не совсем понятно, что значит ребенок для вас смысл жизни. Ребенок не может быть смыслом жизни. Ребенок может быть, скажем так, ступенью. Ребенок может быть ступенью. То есть... Ступенью развития, скажем так. Ребенок может быть именно ступенью развития. То есть, если вы, к примеру, вот, развиваетесь, если вы, к примеру, там, допустим, что-то делаете, да, то однажды в определенный момент, вы можете действительно прийти к тому, что вы хотите ребенка, вот, потому что вам есть, что передать, вам есть, что ему дать и так далее. Это хорошо, если это так, но ребенок не может быть смыслом жизни. Вы же пишите, что ребенок для вас единственный, единственный отношительный, тревогный страх, потому что, в таком случае, даже при наличии мамы, вот именно, да, даже при наличии мамы, в таком случае, я бы вам категорически не рекомендовал ребенка, ну, начинать, да, потому что очень опасно, опасно, очень опасно это делать, вот, именно в силу того, что, ээээ, слишком, слишком много у вас получается на нем завязан, это первое. Второе. Эээ, не совсем понятно, вот, вы говорите, что мой ребенок, на все осталось жить, мой ребенок, очень хочу, чтобы он жил со мной. То есть, о каком, о каком, о каком вашем ребенке здесь идет речь? То есть, у вас уже есть, эээ, ребенок? Или как? То есть, вот, здесь, ну, на мой взгляд, тоже не очень ясная история. Вы говорите, что ребенок мой, да, что, ну, что я, что я хочу, ээээ, значит, чтобы ребенок был со мной. Вот. Но при этом, вы говорите, что есть вариант его зачать. Есть вариант его зачать ребенку, я имею в виду. Так, опять же, вот, здесь неясно, 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 эта тема неизна. Если ребенок ваш, если вы хотите, чтобы он с вами жил, ребенок, я имею в виду, то как тогда вы говорите, что, эээ, вам, ну, что хотели, хотели бы зачать его? То есть, вот это для меня, как минимум, не совсем ясно, потому что, если вы ребенка, эээ, как бы хотите зачать, да, ну, не, ну, не важно, не важно сейчас, как вы это будете делать, да, абсолютно не важно, как вы это будете сделать. Если вы хотите ребенка зачать, то у вас своего ребенка получается нет, а вы пишите, что вы хотите именно ребенка. это, эээ, мой ребенок, вы пишите. Вот это вот, такое противоречие имеет место быть здесь. И мне кажется, что его, это, это противоречие нужно разрешить. Вот. Потому что в практичном случае мы можем с вами прийти к, эээ, неким таким, ну, ошибочным выводам, абсолютно. Ух, вот, вот. Что проблему никак не решит. Ни ваши, ни позволит нам, вам помочь. Дальше, эээ, вы пишите, значит, у меня нравственный вопрос, стоит ли лечать ребенка мам. Эээ, значит, смотрите, ну, момент ведь какой. То есть, в принципе, в принципе, если вы, эээ, вот, значит, в человек нетрадиционной сексуальной ориентации, да, то, ну, понятно, что вы придете. Ради ребенка вам, эээ, значит, получается, эээ, приходится, ну, идти на, на некоторые вещи, которые вам, ну, неприятны. Да, то есть, например, вы должны, там, условно, взаимодействовать с, эээ, женщин, ну, женщин. Вот. Чего вы делать не хотите. Я так, я так, я так полагаю, и, в общем-то, это, эээ, нормальная история, да, и норм, нормальный момент абсолютно. Вот. Эээ, в российских реалиях, в реалиях России, если вы в России живете, то есть, что вам, конечно, будет очень сложно, эээ, воспитать ребенка, да, без матери, очень сложно будет это сделать. Самое главное, ну, ребенку будет тяжело, вам будет тяжело, и так далее. Эээ, что здесь можно спасти, так это, еще раз повторю, ваш смысл. То есть, вот, ваш, эээ, ваш жизненные ориентиры могут ребенка, ребенка спасти. То есть, условно говоря, если у вас есть смысл жизни другой, помимо ребенка, вот если у вас есть смысл жизни именно другой, помимо ребенка, да, то это может помочь. Это может помочь, это может, эээ, действительно, сыграть, эээ, на руку, ребенку, ну, ребенку в том числе, в том числе, в том числе. Вот. Если вы будете опираться и ориентироваться только на ребенка, то ничего хорошего из этого не получится. Если ребенок изначально, изначально не будет знать свою мать, да, изначально не будет знать свою мать, а будет, вот, воспитываться, например, вами и вашим партнерам, что обязательно нужно. То есть, смотрите, важна материнская фигура, а не мать. Если ваш партнер или вы сможете снять с материнской материнской фигурой для ребенка, то проблем никаких нет. Нет, но материнская фигура нужна, потому что у ребенка будет развиваться и мужское, и женское, ну, составляющие, как в вас самом есть и мужское, и женское. Это нормально. Так вот, очень важно, чтобы материнская фигура у ребенка была. Если вы можете предоставить это, если вы можете предоставить материнскую фигура у ребенка, то я не вижу причин, по которой, по которым вы не могли бы спелчаться. Ну, вот. Ну, для начала, вот, ну, необходимо разрешить вот те противоречия, которые я озвучил, потому что это очень важно. Да? То есть смысл жизни не может быть связан с ребенком, потому что ребенок может попросту его не оправдать, ну, не оправдать смысл жизни. Вот. Вот. Значит, определиться необходимо вам, где-то, где-то, где чей ребенок. Вот. Потому что непонятно, непонятно немного то, что вы описываете. То, что вы говорите, вот, что у меня, значит, ну, у меня смысл жизни – это мой ребенок. Вот. Я хочу, чтобы он живет со мной. А, при этом вы говорите, что есть у вас возможность ребенка зашать. Да? Вот. Вот. Как я и сказал, если вы ребенка хотите зашать, значит, если у вас ребенка у вас нет. Вот. Если у вас своего ребенка нет, как можно хотеть, чтобы он с вами жил, и как можно сделать его смыслом в своей жизни. Вот. Если ребенок у вас есть, но у вас нет, у вас есть возможность с ним жить, например, или с ним взаимодействовать. Вот. Получается, получается, что вы хотите променять, грубо говоря. Да? Променять. Вы хотите. Значит, одного ребенка вы хотите променять на другого. Вот. Ну, это, вот, это, опять же, такая себе история. Вот. В том смысле, что, это, ну, далеко не лучший вариант, далеко не лучший расклад, и я бы вам, наверное, ну, в этом направлении двигаться не рекомендовал бы никак, потому что, как бы заменяя, заменяя, да, одного ребенка другим ребенком, ну, вы, вы ничего хорошего не сделаете, не дадите ничего хорошего, ни себе, да, ни, собственно, ребенку. Вот. Так что, этот аспект вам необходимо для себя так же выделить. Вот. Следующее, следующее, необходимо определиться с личной жизнью. Вот, вот, какая она у вас, личная жизнь. Да? Вот. Ну, имеется в виду, я имею в виду вашу личную жизнь. Следующее, 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 это представляет вашу личную личную жизнь. Если, если у вас, а, а, партнер, вот, ну, с капором, с капором, 20 и 50, потому что, а, а, ребенку в любом случае, ну, нужны, будет, ну, нужны два родителя, это в любом абсолютно случае, вот, а, нужны два родителя, вот, поэтому, этот момент необходимо так же проработать вам, если вы хотите, брата, завести ребенка, вот, ну, и необходимо подумать, что вы можете своему ребенку дать. В отношении нравственности, я думаю, что вопрос здесь происходит только, только, касаемо восприятия, касаемо восприятия только непрадиционных отношений, вот, значит, и, взаимодействия с ребенком, в этом смысле. Ох, потому что, а, фигура матери, да, именно, именно, вот, фигура матери, фигура матери, как таковая фигура матери, она ребенку не нужна, нужна материнская фигура, то есть, не фигура матери, а материнская фигура. Материнская фигура, она может быть, в принципе, и, мужчиной, да, если мужчина обладает необходимыми качествами, если мужчина не обгадает, если мужчина обладает аж необходимыми, ну, необходимым условием для этого, если мужчина может это сделать, если мужчина хочет, как сделать, у мужчины есть такая возможность. Вот, потому что не каждый мужчина может это сделать, ну, не каждый мужчина может это дать. Вот, вот, в принципе, так, я думаю, можно ответить на ваш вопрос. На мой взгляд, по крайней мере, ничего абсолютно не исключается, все абсолютно возможно, вот, проблем никаких нет, вот, главное подойти к этому сумму, осторожно с чёткой полиции и не возлагать чрезмерных, чересчур больших надежд на ребёнка, потому что, ну, ребёнок может это просто не выдержать. Такая история, такая история тоже может вполне себе быть. Вот, так можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаёте. Я надеюсь, что это было для вас полезно, если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok